Сейчас просят четыре. В чем проблема? Вам объяснили, вы его пишите. А у нас-то кто? У нас на работе и штрафы, и опоздания. Кто нам за это будет платить? Вы или он? Между жителями и перевозчиком в селе Шахи разразился скандал. Яблоко раздора – единственный пригородный маршрут номер 256 – Шахи-Барнаул. Газели, конечно, ходят безобразно. Время не выдерживают. В газелях холодно, летом грязно, не моется. Водители курят в газелях. Замечания сделаешь – бесполезно. У нас как бы невозможно уехать. Попадешь в автобус – хорошо. Не попадешь – стоишь, мерзнешь, пляшешь, как говорится, на снегу. Собирали многократно собрание. Он нам говорит одно, а на самом деле другое. Врет, врет и врет, и врет. Прямо не боюсь этого слова сказать. Что еще сказать? Цены поднимает. Он прям быстренько с 35 поднял до 90. Прям махом. И сейчас хочет поднять. Сейчас на маршрутах работают три машины. Люди опаздывают на работу и получают за это штрафы. Поэтому просят добавить хотя бы четвертую газель и по возможности сократить временной интервал между рейсами. Три машины я отправил через 30 минут. Вот сами подумайте. Ему час-десять ехать в одну сторону. Вот получается, мой автомобиль уехал – час-десять. Через полчаса уехал – час-десять. Третий уехал – час-десять. Тот, который первый уехал, через сколько приедет в деревню? Посчитай. Через два часа. Так я вам еще раз объясняю. Я не могу поставить еще одну газель, что нехватка водителей. Водители утверждают, перевозчик найти нереально. При этом днем газели ездят полупустые. Да, не надо меня снимать. Просто расскажите. Да, ничего не буду говорить. Водитель маршрута, как и перевозчик, не захотел общаться с журналистами. Но последний все же сказал – отмены рейсов происходят из-за поломок транспорта или безответственности водителей. Хорошо, через месяц я найду водителя. Будет четыре машины ходить. Не пришел водитель. Я уже взял на себя обязательства. А водитель не пришел. Машина не выехала. Я опять кто? У тебя не договоров, ничего нет. Пришел, ушел. Правильно? Кто? Водитель. А кто по договору сейчас работает? Каждому хорош не будешь. Кто был хоть когда-то руководителем, тот знает, что любую замену сделать не так просто. Водитель заболел, водитель не вышел. Максим Петрович, спасибо, ему сам садиться за руль. Максим Петрович у нас работает с нашим селом уже 17 лет. 17 лет. Действительно, маршрут-то не очень прибыльный. Особенно в зимний период. То есть вот у нас утром уехало село на работу, вечером село приехало. А днем-то... Альтернатива выходить на Павловский тракт и уезжать с трассы. Они всю жизнь тут на трассу выходили, вот пусть выходят на трассу. Он, наоборот, шеф и остановок больше сделал. Все дело для них. А они, видишь, все. Вообще, ну, по договору тренились. Такая разница. Платят вам нормально? Платят вам нормально? Нормально. Вариантов у нас пока нет. Если мы отказываемся от жоголя, ну, со всеми вытекающими. Пока компромиссы сторонам добиться не удалось, трём тысячам жителей села остаётся надеяться, что обещание, данное перевозчикам о стабильности рейсов тремя машинами, будет выполняться исправно. Елена Кузовкина, Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Елена Кузовкина, Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.